Всем привет! В сегодняшнем видео мы разберем сразу несколько вещей, но все они касаются добавления красивости в проект. Это видео с тайм-кодом. Начнем с простого, с добавления нового тайл-сета. Всего игра поддерживает 1000 сетов. Это очень много, поверьте мне. Чтобы добавить свой оригинальный сет, нужно скопировать графику в папку с проектом ImagesTilesets или в самом мейкере третья кнопка с конца управления ресурсами. Добавив нужные тайлы, мы идем в базу данных, меняем количество тайл-сетов на необходимое и приступаем к редактированию. В этом конкретном случае у нас нет тайлов анимации. Так что этот раздел пропускаем. Наши тайлы мебель, пол и стены. Мебель и предметы идут в категорию B, C, D и E. Мы пока не трогаем категорию B. Она все равно присутствует, даже если пуста. В ней самая первая клетка стирает, как мы помним. Если не помним, ссылка на видео в верхнем правом углу. Недостаточно просто добавить тайлы в ячейки. Нужно еще настроить необходимые атрибуты. Рассказать программе, как она должна обрабатывать каждую плитку. Х непроходимо, ноль проходимо, звездочка поверх игрока. Для лестницы, например, придется настраивать проходимость в две стороны, чтобы игрок не прыгал через перила. А для мягкого ковра подойдет настройка куст, чтобы показать насколько он мягкий. Не бойтесь ошибиться. Это можно исправить в любой момент. Теперь я покажу, как добавить элементы лица из RPG Maker Mv в RPG Maker Mz. Я взяла простой пример рот. Он требует переноса всего двух элементов. У меня Steam версия. Папки с генератором находятся в стимовской папке мейкера, а не в проекте. На случай, если вы не знали. Выбираем понравившийся элемент. Копируем его. Можно прямо в папку нового мейкера с заменой. Но это удалит тот элемент, который лежит на его месте. А мы этого не хотим. Копируем нашу улыбку в невовлеченную в процесс мейкеризма папку и переименовываем файл. Посмотрите, на какой цифре заканчивается старый отсчет в генераторе. И задайте другое число скопированному файлу. Я, по желанию моей левой пятки, начала отсчет моих элементов лица с числа 30. Важно! Скопировать и переименовать придется не только файл с самим элементом, но и второй файл из папки Variations. Этот файл будет отвечать за появление опции выбора в генераторе. Число в его имени должно быть таким же, как то, что мы присвоили картинке, которую он обозначает. Теперь смотрим на результат. Чтобы эти изменения вступили в силу, мейкер следует перезапустить. Для следующего фокуса нам понадобится графический редактор. Я использую Photoshop. В папке с генератором есть файлы градиента. У прошлого мейкера размер этих файлов был фиксированным. И на все элементы был один общий файл красок. Теперь же у каждого элемента свой личный набор. Это дает большую свободу изменения палитры генератора. Каждая новая строчка с цветом равна 4 пикселям в высоту. Я планирую прибавить три градиента, которые покажутся мне подходящими из набора, накопленного мной за долгое время рисования. Программа будет считывать этот градиент и применять к имеющимся в генераторе картинкам. Опять же, чтобы изменения вступили в силу, мейкер придется перезапустить. Вот так просто. Не ограничивайте себя в творчестве. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Подписывайтесь на канал, чтобы знать о новых видео. Они выходят по четвергам в 19.00 по Москве. Подробное расписание в описании канала. Ставьте лайки и будьте здоровы и счастливы. Творите! У вас все получится. Я верю в вас. Продолжение следует... Продолжение следует...